На экране мы с вами видим фотоматериалы, которые поступают с комплекса, установленного на проспекте Калинина. Идет фотография нарушения, которые двигаются по улице Аносова. Это центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Здесь с лета следят за тем, что происходит на выделенных полосах. Правда, пока комплексы видеофиксации, их восемь, все еще работают в тестовом режиме. Продолжаются пусконаладочные работы. Должно было быть установлено дополнительное освещение, потому что на этих участках мы должны четко понимать, что это за транспортное средство марка модель. Буквально сегодня, завтра подрядчик доделывает эти работы. Все остальные работы, касающиеся нанесения дорожной разметки, установки дорожных знаков, выполнены. Дорожная разметка дополнительная нанесена. На данный момент камеры фиксируют порядка тысячи нарушений в сутки. В основном в часы пик, утром и вечером, и на самых оживленных участках проспекте Ленина и строителей. По опыту можно сказать, что при вынесении постановлений уже спустя месяц количество нарушений резко сокращается. Вот, например, была тысяча, и спустя месяц сколько у нас? Ну, грубо говоря, 300, может быть, 400. Тестирование комплексов видеофиксации подходит к завершению. И, как нам рассказали в ГИБДД по Алтайскому краю, уже после 7 ноября тестовый режим сойдет на нет. И водители в случае нарушений начнут получать письма. Напомним, что штраф за движение по выделенной полосе составляет полторы тысячи рублей. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...